Прошлые выходные для Днепра выдались очень тяжелыми и в эмоциональном плане, и в физическом. Да, это положительные эмоции, но тем не менее это несколько опустошает все-таки. Насколько команда успела восстановиться, успеет ли восстановиться к играм в Одессе и Южном. Судя по двум тренировкам, которые мы провели, команда в принципе восстановилась. Единственное, смогут ли они настроиться на игру, но опять приложим к этому все усилия. И в принципе прилагаем и настраиваем уже сейчас, ведем к тому, что уже по-другому на нас команды смотрят, как на победителей кубка, не как команда с третьего места, а победителей кубка. И конечно все будут хотеть нас обыграть, к каждой игре нужно подходить очень серьезно, и тем более озлобленный Южный, который мы выбили из полуфинала. Конечно, нужно к каждой игре подходить еще более серьезно. Игра с Южным на кубке, это была малорезультативная игра, то есть насколько она будет похожа по-вашему на игру, которая будет в пятницу. Мы две команды, и Южный, и мы, которые стараются играть от защиты, и я думаю, что все равно она будет нерезультативной, то есть не будет команда играть от нападения, только будем стараться остановить друг друга в защите. Может быть она будет отличаться немножко по накалу, может быть она будет чуть-чуть по расслаблению, будут чувствовать себя игроки, но я надеюсь, что это будет не наша команда. Одесса. Уже несколько другой состав у команды, но тем не менее, я так понимаю, цели те же, все те же, то есть наверняка насолить Днепру перед плей-оффами будет для них за счастье. То есть как обыграть Одессу? Одесса у себя дома, это совершенно другая команда, это две большие разницы, как говорят там же. Конечно, они дома играют по-другому, и игра в полуфинале с будивельником совсем не показатель Одессы. Будем стараться убрать их сильные стороны, быстрые прорывы, трехочковые броски. И опять же, настраивать ребят будем только на защиту. С Одессой, я думаю, у нас тоже какие-то отношения не совсем обычные, потому что мы проиграли там игру, которую не планировали проигрывать. Я думаю, что у ребят это в голове осталось, и реванш они захотят взять. Загреба. В финале Кубка. То есть выдал, наверное, лучший свой матч, да? Ну, по крайней мере, так, визуально. Лучший свой матч в этом сезоне. Как вообще продлить этот его запал, или ему нужны какие-то персональные вызовы в лице, допустим, того же Михаила Анисимова? Я надеюсь, что Сергей повзрослеет и поймет, что вызовы нужно бросать самому себе, а не Михаилу Анисимову. И то, что он играет то вверх, то вниз, то никак, то супер, конечно, это в голове, но всегда Сергея настраиваем на то, что он должен показать нам в каждой игре, и независимо от соперника, независимо там 120-килограммовый Анисимов или какой-то 50-килограммовый защитник. То есть нужно играть всегда агрессивно, нужно всегда показывать то, что ты на то, что ты способен. А способен он намного. Нужно поверить в его же силы и делать то, что он умеет. Павел Ревзин. Вопрос, который открыт уже на протяжении месяца. Павел Ревзин получил тяжелую травму. Нельзя сказать, что он полностью от нее восстановился, но он тренируется с командой в полном объеме. То есть он провел уже 2-3 тренировки с командой. И я надеюсь, что он будет чувствовать себя на все 100% в выездном этом турне. Павел Ревзин, да, не играет давно, как мы с вами говорили, но еще и повреждения получил Антон Зюба в игре с будивельником. То есть как он восстановился и восстановился. У Антона довольно серьезное повреждение. Он пока с нами не тренируется. Посмотрим, как дела его пойдут дальше. Но пока он только проходит реабилитацию с доктором и в тренажерном зале работает с командой. Он не тренировался 2 дня.